Привет, друзья! Вот у нас есть один лежачок. Сегодня 25 марта. Мы решили его тоже откопать. Стояки там все откопали на моем участке, а этот стоит у отца. Вот такой здоровый лежак на 20 с лишним рамок. Он каркасный. Фанера внутри. Я уж не помню, что я там делал. Кажется, мог я туда толкал. Вот и посмотрим сейчас, как тут перезимовала семья. Вот такое подрамочное пространство огромное. И вот смотрите. Попробую туда подсунуть под клуб. Будет там что-то видно, нет, не знаю. Ну, подмора практически нет. Я его даже убирать не буду. Я было начал скрести, но беспокою пчел. Они так бы удоражились. Так, вот такие фанерки у меня тут стоят. Сейчас мы им сделаем второе дно. То есть утеплим максимально. Вот, до стенки до передней дошли, уперся я и маленько назад, чтобы им был проход. Вот такой навесик тут у них есть. Вот там литок внутри. Решёточки стоят, нужно убирать. Сейчас всё уберу. Так, ну вот, подушку я принёс. Сейчас мы положим мёд. Накроем ещё одеялом. Подушку утеплим максимально снизу сверху. Зимовали вот так, под одним холстиком. Здесь лежит брусочек деревянный. Ну, чтобы у них там был переход между рамками сверху именно. В крыше вентиляционные отверстия. Вот они, два штуки. Ну, то есть, фактически никакого утепления абсолютно не было. Перезимуют пчёлы хоть в картонной коробке. Им зимой тепло не важно. Их утеплять даже вредно. Утеплять надо именно весной вот сейчас, чтобы пошло развитие. Так, ну всё, сейчас попробую положить мёд. Вот они сидят спокойненько на тёплый замок. Нос, кстати, лежак я не сказал. И в первой улочке тоже есть. Раз, два, три, четыре, пять. Пять улочек занимает. Всё, вложим им этот мёд. Не забываем про них. Недельки на той. Всё, что могли, мы сейчас делали. Больше ничего делать не можем. Солнышко выглянуло. Ну, минут десять сейчас где-то на улице. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok